Около года назад мы запустили новое приложение Почты России, и сегодня им пользуется уже больше полутора миллионов человек. Совсем простое приложение. Главная его функция — найти посылку, которую вы ожидаете. Для этого достаточно ввести или даже отсканировать номер отправления, который при отправке был выдан почтовым отделением. И, например, про это отправление мы узнали, что оно находится уже 10 дней в пути. Кстати, это довольно убедительный и продолжительный срок. Было принято в отделении 24 мая, почему-то до сих пор не доехало до своего получателя. Можем переименовать это отправление, чтобы нам было удобнее его узнавать, чтобы нам было удобнее его искать. Но главное, мы всегда будем знать, в каком он находится в состоянии. Приложение расскажет о том, что посылка двигается, о том, что она оказалась в отделении по соседству с домом. И, например, если это будет происходить в Москве или Санкт-Петербурге, то предложат в один клик оформить доставку посылки домой. И на следующий день почтальон принесет ее прямо к двери получателя. Вы говорите о том, что за год это приложение скачало больше полутора миллионов человек. Как вы продвигаете его? На какую аудиторию рассчитан этот приложение? Вы знаете, это удивительная история про то, что мы сделали нужную вещь, и нам не пришлось ее продвигать. Пользователи пришли сами, они узнали об этом приложении друг от друга, они увидели баннеры на нашем собственном портале, и этого оказалось достаточно. Сегодня наша аудитория продолжает расти, мы ожидаем еще миллионов и миллионов. Для всех трех платформ существует приложение? Изначально мы сделали приложение для Android и iOS, но буквально месяц назад запустили приложение для третьей платформы, для Windows Phone. Теперь мы есть на всех телефонах, которые можно себе представить. Как данное приложение помогает функционировать с Почтой России? Можно ли отправить сообщение о том, что ошибочно доставлена посылка, или о том, что посылка дошла в разбитом состоянии? Да, такое функциональное приложение тоже есть. То есть можно прямо отсюда пообщаться с нашими сотрудниками, можно написать претензию, можно прямо здесь же добиться ее разрешения. Но все-таки главный функционал приложения – это возможность знать, где находится посылка. И это то, что больше всего волнует наших клиентов, то, из-за чего еще совсем недавно они звонили многократно нам в колл-центр, задавая вопрос о том, где же искать и когда ждать. Сегодня они все это знают просто из приложения, в котором нажимают кнопки. За последние полтора года почта существенно улучшила качество доставки почтовых отправлений. Сейчас основная задача у почты – сделать так, чтобы качество работы отделения почтовой связи тоже соответствовало ожиданиям потребителя. И сегодня на площадке Сколково почта презентует новый формат работы почтового отделения, или отделения будущего. Сейчас, буквально в течение нескольких минут, я расскажу, каким образом изменения, чего они будут касаться, каких бизнес-процессов, как будет выглядеть в нашем понимании отделение будущего. Итак, начнем виртуальный тур по отделению. Что хотелось бы сразу отметить. Основные изменения коснутся не только и не столько цветовой гаммы, изменения функционала мебели, а в основном это будет касаться бизнес-процессов. Мы сегодня расскажем, какие нововведения мы предлагаем в отделении будущего, и каким образом они отразятся на качестве обслуживания потребителей. Итак, мы входим в отделение. Что же мы видим? Мы видим разделение, в которое представлено банкомат. Зона будет работать 24 на 7, то есть будет круглосуточно. Зона, в которой можно будет делать денежные переводы, соответственно, снять деньги. В том числе вы видите информационный терминал, в котором можно будет получить информацию о товарах и услугах, которые предлагает Почта России. Отделение разделено на несколько зон. Первая зона – это почта и финансовые услуги. Какие нововведения у нас появляются в отделении? Приветствует нас сразу электронная очередь. Для чего она нужна? Электронная очередь разводит клиентские потоки. Таким образом, мы гарантируем то, что в каждом окне, здесь представлено достаточно много окон, у нас не будут скапливаться очереди. Потому что если у нас какие-то пиковые будут получаться дни, либо недели, когда у нас выплата пенсии, либо оплата коммунальных платежей, мы можем переправить поток потребителей в окна, которые в этот момент не загружены. Что у нас интересного появляется в отделении? У нас появляется зона с вендинговыми аппаратами. Вы видите еда и напитки. Эта зона находится в противоположной зоне розничных продаж, в которой будут представлены в первую очередь газеты и журналы. Также будут канцелярские товары. И в этой зоне мы будем осуществлять подписку на периодические печатные издания. Она интегрирована, вы видите, по дизайну в общую площадь отделения почтовой связи. Это позволяет закрывать на режимы, когда будет отделение закрыто. Соответственно, очень компактно устроено. Если мы двигаемся дальше по отделению, видим зону почтовых услуг. Представлена электронная очередь, достаточно эргономична, нет никаких больших стоек. Все легко и комфортно представлено в этом направлении. Отдельно представляем зону финансовых услуг. Отдельно, если вы видите кабинет, где мы предполагаем продажу достаточно сложных продуктов, страховых продуктов, которые требуют определенного времени ознакомления потребителя. Поэтому отдельная зона, в которую потребитель может подойти и вместе с оператором обсудить, какие товары и услуги представлены. Возвращаемся дальше. Соответственно, смотрим весь проект со всего зала. Достаточно легкие. Они не загружены какими-то отдельными стойками. Удобные для потребителя. И, соответственно, есть места, где можно, если в случае небольшой очереди, можно присесть. В том числе можно сделать копию документов, если нужно. Ну, удобный стол для заполнения бланков. Дальше мы двигаемся в отдельную зону посылок. И здесь я передам слово своему коллеге, заместителю генерального директора, отвечающего за блок посылочного бизнеса, Сергею Малышеву. Самый быстрорастущий сегмент Почта России – это посылки. В мае этого года мы привезли по кроссбордеру больше 10 миллионов отправлений. Это больше, чем в декабре 2014 года и в два раза больше, чем в мае месяце 2014 года. Для того, чтобы клиенты комфортно получали и задавали свое отправление, мы сделали центры выдачи приема посылок. Что это такое? Это на входе почтомат, в котором человек может получить свое отправление в любое удобное для него время. Эта зона, где находится почтомат, будет работать 7 на 24. То есть в любое время дня и ночи человек, который хочет получить в почтомате, а не у оператора, не в отделении почтовой связи, может забрать свое отделение в почтомате. Для этого он должен в мобильном приложении Почта России свое отправление переадресовать почтомат. Здесь же зона будет закрываться, когда не рабочие часы центра выдачи приема посылок, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ только в эту зону. Проходим дальше, видим упаковочные материалы, которые в новой продуктовой линейке будут входить в тариф. Была разработана абсолютно новая коробка, проанализированный опыт больше 20 иностранных почтовых администраций. Сделали коробку, внесли что-то свое, сделали очень хороший продукт, который можно собрать за несколько секунд. Вот, понятно, просто и, в общем-то, не вызывает сложности. Вот так эта коробка хранится в отделении почтовой связи. Для того, чтобы клиент смог спокойно ее собрать, нужно сделать всего лишь два действия. Одно и второе. Все, коробка готова к упаковке вещей. Человек упаковывает сюда вещи, закрывает эти боковые клапана. Все. Дальше, опять же, может не подходить к оператору, может подойти к аппарату по самостоятельной упаковке, взвешиванию посылок, ставит на весы, набирает от кого, кому, куда, телефон отправителя, телефон получателя, выбирает тариф, который ему комфортен, а будет три продукта, стандарт, экспресс и курьер, и получает бланк, который клеит самостоятельно на коробке. Дальше он подходит к оператору, оператор ставит на весы и принимает деньги за отправление. Контакт с оператором меньше одной минуты, человек практически делает все сам. Упаковочные материалы находятся в открытом доступе, коробки находятся в открытом доступе, стоимость включена в тариф, стоимость пересылки, посылки для клиента не увеличивается по сравнению с текущим прессом. Коробка сделана в эко-стиле, с учетом того, что в одном цвете все печатается, коробка получилась дешевле, нежели чем предыдущий ее аналог. На коробке нанесен город, нанесена деревня, это говорит о том, что почта России единственный логистический оператор в стране, который связывает все населенные пункты в Российской Федерации. Место для бланка, и клиент сам выбирает скорость, с которой должно быть доставлено направление. Либо это стандартная скорость, либо экспресс, либо курьер на последний миль, когда вам домой принесут отправление. Центры выдачи и приема посылок работают не только на выдачу отправлений, которые клиент получил в это место, но еще на прием посылок от мелкого и среднего e-commerce, от мелких и средних интернет-магазинов, в котором удобно прийти, сдать свою посылку в центр и понимать, что она с сегодняшнего дня начала старт по магистрали к своему получателю. С помощью мобильного приложения «Почта России» можно отследить трекинг в режиме онлайн, понимать, где находится посылка, в какой момент времени. И клиент, когда получает посылку в отделении почтовой связи, он тоже может получить ее с помощью мобильного приложения. Одно из новостей, когда человек проходит рядом с отделением почтовой связи, уши уведомления ему напоминают о том, что в этом отделении находятся посылки, которые он может прийти и получить. Редактор субтитров А.Семкин